Дамское ДТП на современной. За четыре погибших дали общий режим. Убийцу признали невменяемым и ДТП у АЗС на Ленина. Привет, друзья, это Место происшествия, с вами Михаил Вагин. Мы собрали для вас лучшее видео и новости к этому часу. Ну а кому покажется мало, милости просим к нам в соцсети. У нас есть группа ВКонтакте и телеграм-канал. ДТП. Оказалось в центре внимания жильцов домов по улице Современной, автоледи на Хёндэн. А все из-за неумения маневрировать в узких проездах. Сначала попытка сдать задом закончилась ДТП с Ниссаном. После осмотра повреждений дама продолжила пируэты у парковки и, по словам очевидца, зацепила еще ВАЗ-2112. На этом странности не закончились. Виновница ДТП дождалась женщину-водителя Ниссана, но не стала выходить из авто и говорить ей об аварии. Леди на внедорожнике не заметила повреждения и первой уехала с места происшествия. Следом за ней начала движение и кудесница руля на Хёндэн. Видимо, ей не хватило смелости. А на улице Ленина произошло не сильное, но лобовое столкновение. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как водитель темного хэтчбека пытался повернуть во двор, но не заметил встречный автомобиль. В итоге один дернулся, а другой не успел затормозить. Разногласий, как и пострадавших, в этом ДТП не было. Зрение подвело водителя красной иномарки на улице Ленина. Там также камера видеонаблюдения зафиксировала, как он выезжал на главную дорогу и не заметил впереди себя седан. Темная легковушка только остановилась, как тут же получила удар в задний бампер. Скорее всего, виновник ДТП смотрел налево, а поехал прямо. И еще об авариях. В городе Зуевке столкнулись два легковых автомобиля. Это происшествие осталось бы незамеченным, если бы не травмы в 8-месячного малыша. Больше информации в нашем обзоре. Это случилось 20 февраля в 15.45 на улице Луначарского в Зуевке. По предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись Opel и ВАЗ-21150. В результате аварии травмы получил 8-месячный мальчик, пассажир отечественного седана. Медики оказали малышу помощь. Труднообъяснимое ДТП произошло вечером в Кирово-Чепецке на улице Некрасова. По предварительным данным, 46-летний водитель Hyundai не справился с управлением. Машина выехала за пределы дороги, врезалась в сугроб и металлическое ограждение. По данным ГИБДД, мужчина был трезвым. Возможно, он пытался избежать наезда на пешехода и потерял управление. Вероятно, виновник получил травмы. Он обратился за медицинской помощью. Стали известны подробности ДТП на перекрестке улиц Воровского и Солнечной в Кирове. Напомним, вчера днем там столкнулись Веста и Хёнде. В аварии пострадала 22-летняя девушка-водитель ГЕЦА. Сергей Пичугин, место происшествия. В Оричах осудили виновника ДТП с четырьмя погибшими. В октябре прошлого года 28-летний водитель шестерки Дмитрий Трапицин в пьяном виде, без прав ехал по трассе Орича-Коршик, а потом съехал в кювет и брезался в дерево. Виновника ДТП спас проезжающий мимо сотрудник УФСИН. Он вытащил Трапицин из салона Лады, а потом произошел взрыв. В багажнике, оказывается, вспыхнул баллон с пропаном. В аварии погибли четыре пассажира. Трое из них приятели подсудимого, один случайный попутчик. Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Я очень сожалею, прошу прощения, что случилось. Я очень не хотел. Кроме сроков 9,5 лет в колонии общего режима суд удовлетворил иск от потерпевших на сумму 990 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. А следственный комитет закончил расследование шокирующего убийства у Кочуровского парка. 13 июля 51-летний погибший Валерий, его семья и еще одна пара с колясками шли вместе вдоль дома по улице Кочкиной. Как вдруг к ним подошел неизвестный мужчина с ножом в руках. По словам очевидцев, Валерий, чтобы не пострадали дети, взял удар на себя. Догнал его, и это, как-то за руку его схватил, и ножом ему в спину, в спину, в спину. Ой, мы так вообще, я говорю, не могу, я даже до сих пор не могу, меня все трясет. А я ему говорю, сволочь, ты что делаешь, ты что делал, что ты сделал-то? Он так посмотрел кверху, ну что-то пробормотал это, и все так тихонько, спокойно и пошел по этому, по тротуарам. Обвиняемым в убийстве оказался 36-летний Максим. По данным экспертизы, он был признан невменяемым. Сейчас дело передано в суд с постановлением о применении мер принудительного лечения психбольницы. А теперь топ народных видео. Очередной ролик для учеников автошкол, записал очевидец на улице Щерсом. Это пример из серии «Так делать нельзя». Дама на тягуане хотела повернуть налево, там, где ей это запрещает знак движения направо. При этом женщина не включила поворотник и заняла своего рода полупозицию в проезде. Вряд ли она засмотрелась на красивый лес. Велосипедист, похожий на Петра Первого, подрезал очевидца на Октябрьском проспекте. Усатый экстремал не глядя повернул налево, а вторую видео, чтобы избежать на езда, пришлось тормозить и держаться левее. Как говорится, царский поворот велосипедиста. Смельчака наладим едва не протаранил водитель машины с камерой на улице Карла Маркса шофер. На 14-й, видимо, решил, что у него главная дорога и уверенно выскочил со двора. А может, он выпил смелой воды? Тогда это многое объясняет. На улице Чапаева водитель Весты поступил, откровенно говоря, по-хамски. На его полосе было препятствие, однако он все равно выскочил навстречу и вынудил водителя Дастера заехать на обочину. Иначе произошло бы столкновение. Ух ты! Классно было! Блин, записал эрек. Чувак на Дастере еле-еле от него вернулся, вот на обочину залез. Проверил реакцию водителя Рено, а заодно и подвеску его авто. Даже не думал останавливаться на красный сигнал светофора водитель иномарки на улице Московской. Судя по видео, он даже прибавил скорость. Если лихач так будет беречь тормоза, то в будущем беречь будет уже нечего. И на этом у нас все. С вас подписка и лайк, с нас еще больше интересных видеороликов и новостей. Если вы сняли что-то интересное, присылайте это видео нам. Вот наш номер 8 912 827 3302. Мы ждем сообщения в Телеграме и других мессенджерах, а также наша почта mpkerovsobakainbox.ru Будьте внимательны и осторожны. До свидания.